Приветствую вас, и начать хотелось бы с того, что все романы берут начало из реальной жизни, поэтому все, что описано в них, есть и в реальности, только может быть не так ярко выражено, не так акцентировано, не так концентрировано, но все же есть. Описываемое вами поведение мужчины может быть тогда, когда для него проявление чувств является слабостью. Мужина боится по какой-то причине показать вам и никому бы то ни было еще, что у него есть чувства, и он из-за этого изображает холодность, пренебрежение и ее избегает. Собственно говоря, тот факт, что он ее избегает, говорит о том, что он, вообще-то он боится. Боится, что однажды, когда они, ну то есть мужчина и женщина, будут находиться рядом, вместе, вот эта вот защита, которую мужчина установил, даст бой, чувство проявится, и дороги обратной уже не будет. А то, что он не свободен, мужчина, означает для него резкое изменение его жизненных условий. И соответственно, изменяющиеся требования к его поведению, к чему мужчина явно не готов, потому что это требует усилий. И чем более взрослый человек, чем больше ему лет, тем сложнее пережить изменяющиеся условия и также изменяющиеся требования к нормам поведения. То есть, избегать мужчину, женщину, может по нескольким причинам. Первая причина, это вот, собственно говоря, слабость. Вторая причина, это боязнь того, что он все-таки не выдержит, проявит с ней чувства и обратной дороги уже не будет. То есть, это страх. И третья причина, это нежелание менять привычную модель поведения, которая может быть не идеальная, которая может быть не приносит столько удовольствия, но по крайней мере привычная, по крайней мере понятная, ясная и не требует каких-либо затрат. То есть, по сути, все это у мужчины уже есть, то, что у него есть сейчас. Женщина, которую он любит, несет для него какие-то новые плюсы, новые какие-то возможности, новые ощущения, новое восприятие себя и ее. Но, все это слишком затратно, по мнению мужчины, именно вот в контексте усилий, в контексте забрать ресурсов на это. И мужчина просто-напросто может не хотеть подобных вещей. Ну вот, понятно, и ответ на ваш вопрос. Пожалуй, стоит добавить, что речь идет о людях, которые, находясь в одних отношениях, хотят вступить в другие. То есть, по сути дела, в других отношениях они хотят получить то, чего не получали, не могли получить в первых, в настоящих, в текущих. Отношения, в этом случае, равно как и люди, воспринимаются в качестве средств, в качестве источника того, что человек хотел бы получить. И, знаете как, вот почему мужчина придерживаться такого поведения? Потому что он сомневается, что те желания, те потребности, которые он может удовлетворить, Удовлетворить, вступив в отношения с женщиной другой, Перевешивать те потребности, которые он удовлетворяет со своей текущей женщиной, С которой у него отношения. То есть, мужчина может двигать еще и, собственно говоря, элементарное чувство выгоды. Если это источник, если это средство. А это средство, потому что для несостоятельности человека и отношений в качестве средства, Нужно время между одними отношениями и другими. То есть, человек сперва заканчивает одни отношения, потом вступает в другие. И тогда человек воспринимает другого не как средство, а как нового полноценного партнера в своих отношениях. А если человек из одних отношений сразу уходит в другие, значит это все-таки то, о чем я говорил. Вот, примерно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи.